Видите, он живой. Вот здесь много живых. Привычным маршрутом Татьяна с супругом утром ехали на дачу под Минском. Немного притормозив, услышали со стороны поля странный писк. Когда подошли ближе, увидели то, что не могло оставить равнодушными. Люди выбросили живых. Это называется утилизация, это не утилизация. Если это производство, то это как-то должно быть гуманно. Ну, просто сердце было. В нескольких сотнях метров отсюда действительно работает первая птицефабрика. Мы сразу позвонили туда. Нас попросили дождаться специалистов на месте. Тем временем Татьяна продолжала спасать птенцов, которые под палящим солнцем боролись за жизнь. Почти 20 вылупившихся цыплят она собрала здесь за полтора часа. Вот слышите, послушайте, вот они пищат. Когда за нашими спинами появился экскаватор, ситуация приобрела неожиданный поворот. О, смотрите, он прямо на нас едет, интересно. И что? Водитель машины не стал разговаривать, коротко объяснив, что получил команду. Вам не видно, откуда, с высоты. Вы подойдите, понюхайте, посмотрите. Они живые. Когда представители птицефабрики появились на поле, мы услышали их мнение о том, что ситуация якобы не стоит выеденного яйца. Был вывод. Птица уехала, отправилась по назначению. Отходы инкубации, те, которые были слабые, нежелеспособные, такое идет на утилизацию. На утилизаводах утилизация происходит следующим образом. Делается из них или кормовая мука. Но мы же не на утилизаводе находимся. Я понимаю, но в любом случае, это некачественная птица, это некачественный эмбрион. Да, но некачественных и живых им дали вылупиться, и вот под солнцем они здесь умирают. С точки зрения производства, все логично. После необходимого инкубационного периода цыплята, которые вылупились в нужное время, отправляются на производство. А остальные яйца считаются браком и уничтожаются. Нам пояснили, что на завод, который занимается утилизацией, нужно отправлять полный контейнер. Накануне его не заполнили. И почему-то так называемые отходы оказались на поле, где под палящим солнцем стала появляться жизнь. Технологическими нормативными актами предусмотрено использование отходов в качестве, ну, как бы, если регламентом предусмотрено их использование в полях, внесение качества как удобрения. Вопрос здесь, я так понимаю, что они нарушили технологический регламент, и будем разбираться и в случае установления факта принимать меры в соответствии с законом обращения с отходами. Представители санэпидемстанции со своей стороны тоже пообещали принять меры. Но к этому времени сотрудники предприятия уже признали, что-то явно пошло не так. Халатность, допустим, на роду. Ну, то есть вы это признаете? Именно птицницей. А что же отрицать? Отношение к этой ситуации может быть разным. Профессиональным, когда яйца признают бракованными и по понятным причинам уничтожают. Халатным, когда почему-то это происходит жарким августом недалеко от дороги. И человеческим, когда экскаватору не дают наехать на вылупившихся птенцов. Через час яиц на поле уже не было. Обещали, что ситуация не повторится. Но здесь сложно не вспомнить, что цыплят все-таки считают по осени. Это эмбрион, это не цыплян. Он живой. Это жизнь. Как бы вы это ни называли, это производство. Это не гуманно. Согласен, что сделаешь. Анна Волковец, Виталий Гончарик, Александр Коваленко. Наши новости ОНТ.